Приветствую вас! А может быть не стоит говорить? Ну, так и так ваша девочка посмотрит этот ролик и забудет про него. И все. А так, если вы поговорите с ней, для нее это будет достаточно яркое эмоциональное переживание. И, собственно говоря, вам будет несколько тяжеловато потом справиться с тем, что она может из этого извлечь. То есть чрезмерное обращение внимания на нее, на эту ситуацию, вряд ли вам пойдет на пользу, вряд ли вам это сыграет на руку. Вот это вот то, что мне бы хотелось, чтобы вы как-то для себя постарались понять, как можно лучше. Вам нужно, чтобы ребенок на данный момент, сейчас, как можно лучше пережил вот это все, пережил то, что случилось. Для того, чтобы она пережила это так, как вы хотите, я полагаю, что самым лучшим решением для этого будет когда-таки не обращение на это внимание и все. Если вы никакого внимания на это не будете обращать, то мне почему-то думается, что все будет гораздо лучше. Ну, посмотрела и посмотрела и посмотрела она, ну, увидела она что-то, ну, и что дальше. Посмотрела и еще раз повторю, и как посмотрела, так и тут же забыла о самом деле. И поэтому я не думаю, что правильный вариант, правильная позиция, это когда вы обращаете чересчур много внимания своего ребенка. Если вы будете говорить ей, например, не нужно это сделать, да, не нужно смотреть там или что-то еще, у девочки может начаться эффект запретного плода. И вы же, наверное, понимаете, что ни к чему хорошему это не приведет совсем. А если вы, как бы, отнесетесь к этому как к чему-то незаслуживающему внимания, то и ребенок это увидит так же, и ничего страшного не произойдет. До поры до времени она забудет об этом, если у нее начнется раннее половое созревание, то, опять же, ну, это момент, на мой взгляд, такого плана, что вы никак не повлияете на него. При всем желании вы не сможете на него повлиять. То есть это либо будет как-то для, например, вашей девочки выглядеть, либо это как-то будет для вашего ребенка выглядеть, либо это получится какую-то динамику. Либо наоборот, никакой динамики вообще не будет. И зависит это исключительно от физиологии ребенка. Я думаю, ну, вот, мое мнение, оно именно такое. И вы, конечно, можете сами решать, как вам, ну, как вам быть. Понятно, что никто не заставит вас не разговаривать, если вы хотите. Никто не помешает вам сказать, если вы хотите. Но по факту, о чем я просил бы вас подумать, только о том, зачем. Все равно, по сути, все, что нужно, ребенок уже видел. Все равно, по сути, все, что можно было, она уже посмотрела. И как бы, что вы ей можете сказать? Что вы можете добавить к тому, что она видел? Вряд ли, вряд ли, вряд ли что-то. Вряд ли вы можете добавить что-то. Ну, а раз так, раз это действительно так, так стоит ли на этом даже отниматься? Вот об этом я и хотел бы, чтобы вы как можно лучше подумали. Потому что мое мнение, что все же не стоит. Ибо это уже случилось, да раз случилось, ну, о чем тогда говорить. Вот если она, например, по вашему мнению, будет регулярно смотреть эти ролики, еще и с подругой. Ну, тогда, может, можно будет что-то и сказать. Можно будет о чем-то и поговорить. Но любое заострение внимания ребенка на чем-либо, я бы на вашем месте дозировал бы. Так вот, именно дозирование, заострение внимания ребенка на чем-либо. Именно дозирование. Это, на мой взгляд, один из самых вообще важных моментов. Потому что вот чуть-чуть, буквально чуть-чуть дозировку, как это правильно сказать. Буквально чуть-чуть дозировку перья превышить. И тут же могут быть некоторые проблемы уже с ребенком, с опытом ребенка и так далее. Ну, мы же с вами все-таки этого не хотим. Поэтому и делать, соответственно, этого не стоит. Я думаю, именно так можно ответить вам на вопрос. Надеюсь, что помог вам. А если какие-то у вас вопросы остались, пишите в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо. 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 Спасибо.